Слава Украине! А давайте-ка начнем сегодняшнее видео с хороших новостей. Страшно признать, но украинцы перестают быть нам братским народом. Вот это словосочетание братский народ или единый народ, это, согласитесь, больше похоже на издевательство. Потому что, с одной стороны, они во главе с Путиным приговаривают таким вот образом, или приговаривали, а с другой стороны, убивали украинских граждан. Грабили Украину, грабили оккупированные территории. Крым, Донбасс, мы это все прекрасно помним. Но делали они это именно под брендом братской чего-то помощи и всех этих вот непотребных вещах. Я вам иногда говорю о том, что я умный и эту страну немножечко чувствую. Так вот, я неоднократно говорил в своих видео о том, что если мы проиграем, то они нас всех развесят на фонарях и на столбах. И они не будут разбираться, за кого вы голосовали. За Зеленского, за Порошенко или, может быть, даже за вот этих вот товарищей, которые объединились, вот это кубло коллаборантов под брендом ОПЗЖ. По той причине, что есть опыт. И вот сейчас они об этом начали говорить прямо. О том, что украинцев нужно вешать. Что особо забавно, выясняется, по мнению российского телевидения государственного, этот тезис поддерживают большинство россиян. В Российском уголовном кодексе есть такая статья «Пропаганда войны». В принципе, вот все то, что вы сейчас услышите, как раз этому и соответствует. Но пока подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки, распространяйте это видео. Ну и заходите ко мне на Patreon. Согласитесь, вот это вот все слушать иногда становится жутко, но чаще всего противно. Потому что кроме презрения, эти люди никаких других эмоций не вызывают. Проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там власть захватили. Вот их надо перевешать на фонарях. Да, они пробили дно. Такого еще не было. Вот этот вот товарищ Петр Толстой, он вообще-то представляет партию «Единую Россию». Партию Путина и Медведева. Насчет захвата власти, ну слушайте, у нас действующая властная команда победила с результатом сколько? Кажется, 73%. Зеленский победил на выборах. И соответственно, получается, что всех его сторонников, и не только его сторонников, нужно вешать. Эту информацию важно донести до людей, которые думают, что если придет Раша, то будет как в Москве, а не как в оккупированном Донецке. Будет хуже Донецка. А Украина, это безусловно, часть нашей великой России. Вы чувствуете, как у них фашизм воспалился? Просто диву даешься. Есть этому рациональное объяснение, эпидемия коронавируса, наводнение во многих российских регионах, жертвы, самолет разбился. И вроде бы поговорить о нацизме, это так здорово. Они почему-то думают, что говорят о нацизме в Украине. Но что-то мне пока подсказывает, что все совсем наоборот. Они говорят о себе. А секундочку, вот Толстой предлагает вешать украинцев. А что нам, какую нам историческую справку дает товарищ Скобеева? В исключительности немецкой нации ее право уничтожать представителей других народов. Ну и в первую очередь славян, то есть в том числе и украинцев. Теперь же уничтожать украинцев предлагают российские руководители. Такое впечатление, что мой вопрос Пескову на тему, а не загоняетесь ли вы с этим вот нацизмом у себя, здесь не услышан. Но самое главное, говорит товарищ Скобеев, простите, Попов. Петр Толстой, вице-спикер Государственной Думы, открыто, откровенно, в перевешанных фонарях. И с ним согласны большинство россиян. Имейте это в виду. Современные нацисты. Очевидно, выглядят они именно так. Единственное важное объявление для граждан России. Вы, если это поддерживаете, то это не значит, что нужно послушать Попова и с оружием в руках отправиться в Украину. Потому что, скорее всего, вы оттуда никогда не вернетесь. Ну, точнее, вернетесь, но уже не живым. Ну, а украинцам, особенно тем, кто сомневается в ценности украинского государства, нужно это послушать очень-очень внимательно. Я не просто так говорю о том, что российские оккупанты не будут разбирать, кого вешать на столбах, а кого нет. Возьмем прекрасный украинский город Донецк. Но мы же знаем, что он был абсолютно русскоязычным до оккупации. Сейчас он просто молчит. И так много свидетельств о том, как российские захватчики издеваются над местным населением. Они же русскоязычные. Они, вполне возможно, мило относятся или относились к Российской Федерации. Кто-то думал, что ездить в Россию на работу, еще по каким-то делам, это норм. Но что на практике им принесла эта страна. Есть один момент, который меня немножечко позабавил. И, возможно, даже нужно скинуться на подарок Попову. Хотя нет, обойдется. Он себе это купит сам. Вести дискуссии в таком ключе не надо. Нужно просто бить сразу в морду, если вас называют нацистами и говорят, докажи, что ты не нацист. Но мы немножечко вопрос перевернем. Докажите, что вы не нацисты. Вот товарищ Скобеев Попов говорит о том, что у нас на Андреевском спуске продаются нацистские фуражки. Хм, может быть и продается. Кто его знает. Последний раз увидел такой атрибут товарищ Киева. Это тот, который считает, что Украина родина или колыбель нацизма и гомосексуализма. То есть, если он нашел таким образом нацизм в Украине, в следующий раз, ждите, он обязательно найдет и гомосексуализм. Возможно, он совсем рядом с ним. Но вернемся к этим фуражкам. То есть, если, допустим, продаются какие-то исторические артефакты на Андреевском спуске, что это значит? Нет, это ничего не значит, потому что там много продается всяких элементов старины и антиквариат. Но давайте-ка посмотрим, а что же в Раше по этому поводу? Несколько нажатий на кнопки в гугле и вот, пожалуйста, антиквариат.ру. Что они тут продают? Фуражки Германии Третьего Рейха, 1939-1945 год. У нас тут есть и Вермахт, и СС, и 5СС. Ну, давайте, вот с мертвой головой. Стоит 9400 рублей. Фуражка офицера Альгемайн СС с кокардами в комплекте. Германия Копия. А, видите, они даже здесь делают копии. И есть разные размеры. 58-й, 61-й и 62-й. Вполне возможно, для истинных российских арийцев это важно. Ну, я имею в виду размер головы. Вот это продается абсолютно открыто в Российской Федерации. Если они делают копии, значит, очевидно, оригиналов не хватает на всех. Описание фуражка офицера общих СС раннего выпуска. Под черную униформу, как у штандарт-фюрера СС Штирлица. Копия очень высокого качества. Кожаный козырек ручной работы. Возможно, нужно ссылочку эту отправить Попову, чтобы он купил и ходил на работу. Если вы думаете, что это какая-то редкость, нет такого добра в России, продается просто гигантское количество на гигантском количестве сайтов. Вот даже Авито, такая очень мощная российская платформа, тоже по запросу фаражки вермахт в России. Вот это 66 позиций. Тут есть разные варианты. Вот даже я тут не видел. Ага, смотрите, даже парадную форму офицера СД продают за 54 тысячи российских рублей в Севастополе. Теперь возникает вопрос, они это привезли после оккупации или это хранилось до этого. Не исключу первый вариант. И теперь возникает самый главный вопрос. А где нацисты? В такой ситуации я пропагандонам задаю всего лишь два вопроса. Если вы такие поборники исторической правды и справедливости, ответьте, пожалуйста, вопрос номер один. А почему тогда Бандера просидел в концлагере немецком фактически всю войну? И вопрос номер два. Если учесть, что украинская постанческая армия действовала в первую очередь на западе Украины, то как это коррелируется с такими вот заявлениями о том, что бандеровцы, бойцы УПА издевались над местным населением, если после 1991 года именно на этих территориях, этим людям были поставлены памятники? Обычно они начинают гудеть, пыхтеть, но по сути ответа нет. И это понятно. Им не нужно разбираться в исторической справедливости, в исторической правде. И я вообще никого не идеализирую. Возможно, Бандера, Шухевич были спорными историческими личностями. Но для меня являются героями все, кто боролся за независимость украинского государства. Они сейчас здесь, в России, ставят между Украиной и фашизмом знак равенства. Для чего? Чтобы замазать вот этим вот коричневым цветом саму идею независимости. Хотя, как мы уже провели тут исследование, фашизмом или нацизмом отдает не из Украины. Ходить далеко не надо. Что их здесь еще взбесило? Как вот эта информация после смерти Меньшова им не понравилась, как Украина скорбит. И, собственно, поэтому мы теперь не братья. Аллилуйя! Все меньше украинцы напоминают братский народ. А после истории с Меньшовым, то скотство, которое вы устроили после смерти этого великого человека, отдельно хочется сказать, что братский народ так себя не ведет. Послушайте. То есть неправильно мы украинцы или многие украинцы скорбили. Я вообще не сторонник вот этих вот плясок на костях. Человек ушел, и да, о нем ничего, кроме правды. И на самом-то деле позиция Меньшова по вторжению в Украину, она же понятна. И здесь, в России, никто этого не опровергает. То есть этот человек, гениальный режиссер, он действительно поддержал Путина в его вторжении в Украину. Не он один. Что важно, этих деятелей российского искусства, культуры, их никто не заставлял. Здесь, как сказала Екатерина Шурман, пока солнечный фашизм. И это значит, что они это сделали добровольно. И теперь вот они на нас обижаются. Ликвидирован коронавирусом 05-07-2021. Умер актер Владимир Меньшов. Он поддерживал войну против Украины и давал деньги боевикам. Это соответствует действительности? Соответствует. Но почему-то они хотят, ну то есть вот эти вот товарищи пропагандоны и пропагандистки хотят, чтобы мы этого не замечали. То есть вы создали свое агрессивное комьюнити, которое всячески благословляет убийство нас. А мы должны как к этому относиться? И то, что мы сейчас услышим далее, ну это фактаж. Это просто фактаж. И вообще делать какие-то выводы на основе комментариев в соцсетях, ну такое дело. Не особого ума. По той причине, что вот они говорят, что мы себя тут плохо показали. Ну вы знаете, что они пишут тут про украинцев? Вешать на столбах – это только такая малая часть той судьбы, которую они нам готовят. Все точно про покойника. Талант, крымнашист, имперец – настоящий русский народный человек. Ближайшая аналогия – Леня Рефеншталь. Тоже талант и тоже из народа. Ну и конечно же тут не обошлось без Бабченко и Муждабаева. Приглашаются вдова Алентова. Геморроидальные свечи Москва слезам не верит. В рамках проекта «Больше вдов. Хороших и разных». В русском рейхе ушел из жизни гнусный подлый человек. Известный советский кинорежиссер, а на момент смерти – известный русский фашист. Что-то мне подсказывает, давно мы не проводили наш съезд кружка научной русофобии. Нужно обязательно исправиться. Ну а вы подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами, патронами, патронессом. Большое спасибо за поддержку. Чао!